Я проезжал мимо моего дома на велосипеде и орал ему в окно, у меня пробник на 96. Мы, блядь, до сих пор в ебучем октябре. С педиками не чокаемся. Ничего не хочется. Полная апатия. С каких пор он, блядь, ведущим знал? Жестко трахнули. Если ты это запикал, то он сказал, дохуя. Всем привет, это канал 100 баннер-репетитор. У нас новый формат подкаста. И сегодня очень необычный, свежий и охеренный выпуск, потому что у нас в гостях Никита. Привет, Никита. Поприветствуем, Никита. Блядь, никого нет. Кроме нас. В общем, Никита. И он здесь не один. У нас еще в эфире сегодня Саня, Кассио, Саня Золотогин, Саня Эбонит. А все почему? Никита набрал на ЕГЭ 100 баллов. И не на одном предмете, не только на математике, но еще и на физике. Поэтому мы с Саней очень этому обрадовались, что мы вместе смогли подготовить такого крутого чувака. И решили записать этот подкаст совместно с Никитой. Привет, Никита. Я здорово. Ну что, сколько ты дротишь? Физтихи и общеги неудобные. Ладно. В общем, нам, в принципе, интересно с тобой поговорить, понять, что ты делал для того, чтобы получить эту соточку. Давай начнем, наверное, с самого начала. Начнем сначала, естественно. Сначала было слово. Ты откуда? Я из славного, замечательнейшего города-героя Волгограда. Город как бы миллионник, но инфраструктура не сильно развита. Ну да. Поэтому, ну, возможностей готовиться к ЕГЭ там как-то очно и не сильно много. Также не сильно много там очень крутых репетиторов. А школа? Какая школа была? Школа обычно общеобразовательная, но справедливости ради отмечу, что учителя у нас прямо, ну, классные. То есть очень много учителей. Мне повезло, что по физике и математике были как раз такие, которые любят то, чем они занимаются. И действительно хотят объяснить ученикам математику, физику. Блин, охеренно. Вот я, кстати, который раз замечаю, что говорю с выпускниками, которые прям очень хорошо сдали, и у них в школе реально клевые преподы бывают. Да, но это, кстати, удивительно, когда общеобразовательная, вот там два дня в неделю у них всего лишь занятия идут. Я не понимаю, как за два дня в неделю можно нормально... Два дня в неделю? Ну, у меня до десятого класса вот в физике было два урока в неделю. Два урока в неделю. Но у меня была максимально крутая физичка, и я не знаю, если она нас будет смотреть. Светлана Борисовна, привет. Светлана Борисовна, вообще, мы с вами. На самом деле, ну, физика началась в седьмом классе. Я сначала такой думаю, блин, что-то сложно. Но, бывает, прикольно. И потом, вот, как она объясняла каждое явление, и, ну, как в целом преподносила материал, вот это, скажем так, эти действия привили мне любовь к физике. То есть, ну, к одиннадцатому классу я уже пришел на эбонит с любовью к физике. А математику я любил всю жизнь. Да. Ну, вот расскажи подробнее, то есть тебе эти предметы как-то нравились? Какие у тебя были успехи в школе? Нормально ли ты занимался по ним? Или был троечником, отсталым? Не, ну, всю жизнь я отличник по всем предметам. Мне как-то это, ничего для этого особо делать не надо было. Потому что, ну, блин, получается. Ну, ладно. Вот. По поводу математики. Она мне нравилась, ну, прям, ну, еще до школы. Чего, блядь? Да. Когда ты знал, что она есть вообще? Ну, у меня в семье почти все инженеры. Ух ты. Да. Поэтому, как бы, математика пришла в мою жизнь очень рано. Какие-то логические задачки, да? Да, да, да. Какое-то развитие вот в этом направлении. Да. И с самого детства мне это нравилось. И поэтому в школе я, ну, вот с младших классов там участвовал в всяких олимпиадках по математике. Ходил иногда там в кружки. В девятом классе он в Сириус поехал по математике. То есть, ну, но перечневую олимпиаду, кстати, так и не затащил по математике, как бы не хотелось. Вот. Но до десятого класса я еще параллельно занимался историей. Я бывший историк, да. У меня есть несколько дипломов, как раз-таки, перечневых олимпиад по истории. Серьезно? Да. То есть ты перечень по истории взял, а, типа, математика-физика явно не твое. В десятом классе я стал приземом региона по истории. Не готовясь вообще. А как так можно? В истории же до хера надо просто учить, знать. Там логически же ничего не выиграешь. У меня, как-никак, математический склад ума. И к гуманитарным предметам я подходил тоже с такой точки зрения. Я никогда ничего не учил. Типа, на меня даже в школе, типа, все агрелись. У меня спрашивают, откуда ты все это знаешь? Я говорю, не знаю. Я ничего не учу. Типа, блин, логика. Крещение Руси. Вот как тут логика работает? 988 год. Ну, как работает? Ну, все логично. В 987 они такие поджали, думали, значит, нам мусульманству не подходит. Потому что мусульманству бухать нельзя. Где можно? 988 год, православие. Логика больше... Какая логика? Нет, на самом деле в истории присутствует логика. Валентин, что, братись, он расскажет. У меня в УЗИ преподавал чувак, который как-то опровергал историю вообще. Не слышали такого? Нет, у меня в универе был чувак, который доказывал нам, что история это вообще не наука. Да, да, он... Говорит, а законы там есть, блин? Какие законы? Фоменко, Фоменко зовут. Не слышали такого? Нет. Вот, и он там, короче, шоу ведет, что вот вся история, которая есть, она вообще неправильная. И что вот по-настоящему Иисус родился там в тысячах каком-то сотом году. Ну и... Есть же такой придурок, который говорит, что математика там вся неверная. А, ну это уже другая степень же, с сожалению. Короче, ты вообще... Ну, от тебя нравилась история. Да. Ты увлекался этим, видимо... Ну, нет, все равно ты даты же какие-то знаешь, наверное. Ну, так, примерно. И что, от чего происходило. Типа даты как раз-таки это самый был мой проблемный момент в истории. Типа с событиями я мог, собственно говоря, работать и неплохо их помнил, опять же, потому что логика. Ну и память хорошая. Ну да. Благодаря математике, опять же, и физике. Хотя благодаря физике скорее можно было объяснять явления исторические, потому что физика... Кстати, да, про физику. Нам в ВУЗе преподаватель рассказал, почему нам нужна физика. У меня же специальности с экономикой связаны. И он объяснял нам, зачем нам, экономистам, физика. Чтобы уметь строить новые мат-модели. Не действовать в рамках существующих, а создавать новые. Ну, про это еще поговорим. Вот, да. И подобные навыки, как раз-таки получаемые из физики, ну, изучая физику и математику, как раз-таки вот помогают в истории. Нет, прикольно. Очень прикольно, что по истории диплом есть. Четыре. В перечне. А по физике и математике, типа, до свидания. Четыре диплома. Клево. То есть, ну, короче, тебе нравились эти предметы в школе. Ты прикольно там изучал. История еще нравилась. А тогда вообще как ты пришел к тому, что тебе нужно сдавать математику, физику и русский, да? Или что ты сдавал? Ну, русский все сдают. А сдавал я еще английский. Ну, английский я сдавал, ну, чисто по приколу. Потому что я им достаточно давно занимаюсь. И решил, ну, что нет. За спрос денег не возьмут, не возьмут. Пошел, сдал. Да. То есть, восемь получил, расстроился. Ну, да, хуёло. Ну, да. Ну, типа, почему историю не пошел сдавать? Вообще, как ты понял, что тебе нужно вот направление больше такое техническое? Не, ну, то, что я буду дальнейшее образование получать в технической сфере и работать в ней, я это понял, ну, как бы очень давно. Когда? Ну, вот когда примерно считать научился. Потому что я же говорю, у меня с самого раннего детства главная страсть – это математика. Все же. Вот. История меня интересовала, но интересовала как очень крутое хобби. Ну, и вот, собственно. А, как я уже говорил, с седьмого класса познакомился с физикой, именно как с наукой. Мне тоже очень зашло. А какие-то альтернативы, может быть, там, информатика? Ну, с информатикой связано, собственно говоря, все. Моя специальность в УЗИ связана с информатикой. Прикольно. Но информатику ты не сдавал? Не сдавал. А как у тебя отношения с ней? Ну, неплохо. Весьма неплохо. Что-то писать я могу, в основном на питоне. Ну, активно учусь, потому что у нас в физтехе очень круто все с информатикой. А почему ЕГЭ по инфе не сдавал? Да не знаю. Я как-то хотел в начале года сдавать. Первая онлайн-школа, куда я записался, была как раз по информатике. Какая? Это был... Информатик? Умскул. Умскул. Фу. Ой. Ужас. Я понял, что все ужасно. Достаточно быстро. А если еще воду свою отдал? Я оттуда свалил. Вот. Ну, нет, странно, странно. Там есть, да, информатика. Да? Какая-то, по-моему... Ну, через такое. Едем, там что-то ведется. Но это не важно. В общем, ты думал о том, чтобы сдавать информатику. Да. Записался даже на курсы. Начал заниматься. Ну, почему в итоге, типа, перестал в этом направлении двигаться и в итоге не сдавал ее? Ну, вот где-то к зиме я так посмотрел. Ну, во-первых, меня вообще не удовлетворяли курсы. Самому дополнительно готовиться, ну, вне курсов у меня уже не было времени. Потому что я уже был записан и на Легион, и на Эбонит. И еще в школе там со всякими проектными работами. Валят, кстати, проектные работы итоговые в школе. У меня было по истории. И название у нее классное. Ликвидация концерна Interessing Gemeinschaft Verband Industrie AG советской военной администрации в Германии. Ну, понятно, да. Классная тема. Да, прикольная тема. Мне очень интересно. И тогда я понимаю, что у меня с информатикой все плохо. Ну, там что-то пробники на 70, а по информатике пробники на 70. Я как бы видел... Это к Новому году, да, уже? Ну, да, примерно. Но ты же еще не все прошел, или ты уже по всей программе прошел? Не, ну, почти. Ну, это шум скул. За полгода все програли. Да, полгода программа, потом еще. В Галопом, поем вопом, все дела. Типа, у меня одноклассник был, который шарит за инфу. И он сдавал именно инфу. Я смотрел на его результаты пробников, смотрел на свои, и понимал, что он как бы, ну, не соответствует я. Ну, прикольно, что ты, ну, все время анализируешь. Это вообще очень самый важный навык. Потом я, вот, собственно говоря, когда понял, что у меня проблемы с инфой, думаю, что-то надо делать, залезаю на сайты вузов, куда я хотел поступать, подавать документы, в принципе, и вижу, что, ну, как бы везде информатика и физика взаимозаменяемы. Потому что, ну, там, с этого же года это ввели. Можно выбирать, да. Ну, вот, начиная с этого года, либо по инфе поступать, либо по физике, причем на любой факультет. Ну, не на любой, на самом деле. Я сейчас увидел, что вообще с информатикой можно поступить на экономический, на какую-то вообще, на какую-то херню. Где раньше общага нужна была, типа, теперь можно вот с информатикой поступать. Да, инфа, потому что пролезла везде вообще, вот, вот, какой предмет. Артем Флэш записывает все туда, информатика, чтобы к Новому году уже набирать приличные баллы. Есть, ты математик, она нужна, биолог, все что угодно, она нужна. Не, клево. Короче, ты прозанимался, понял, что что-то не то, залез на сайты вузов, и такой, типа, информатика можно везде заменить физикой. Да, потому что, ну, блин, и тем более, ЕГЭ по информатике — это больше про информатику в целом, да, а мне по жизни нужно оттуда именно программирование. Только про информатику. Да. Ну, а по физике так получилось, что ты учился в нормальной школе? Да. И решил, типа... По физике вообще, ну, как я готовиться-то начал? У меня вот та замечательная учительница, Светлана Борисовна, была вплоть до середины 10-го класса. Угу. Вот, и в 10-м классе подготовка была, собственно говоря, с ней. Угу. Ну, она проводила дополнительные консультации к ЕГЭ, бесплатные. Ну, блин, ну вот классный учителя. И я ей приносил, ну, чтобы мы лучше понимали. И она действительно, она очень сильно расстраивалась, когда кто-то не делает физику просто от лени. Если кто-то не понимает, она, ну, помогала. Угу. И даже я с ней договорился, что я иногда приносил ей задачки олимпиадные по физике. Мы их вместе решали, она мне их объясняла. Круто. И она при этом, ну, типа шарила. Ну, да. То есть она с листа решала. Она классно шарила и горела этим делом. Прямо вот, ну, я ей принес, она ее решила. Ну, сходу могла олимпиадную. Это, ну, да, значит, сильная. Да. Вот. Но в 11 классе она уже не работала в нашей школе. И, ну, где-то в августе я такой думаю, блин, что делать? Про вас я тогда не знал. Угу. Смотрю. Ну, есть в репетитах. Какой-то там у него там друг занимался. Угу. Сописался к нему. Ну, там спустя пару занятий дежурная фраза была «Вы не знаете физики». Типа 80 — это очень хороший балл. Если сдадите на него, будете молодцом. Ну, где-то в апреле после очередного пробника я проезжал мимо моего дома на велосипеде и орал ему в окно, у меня пробник на 96. Угу. Угу. Вот. И где-то в октябре я понял, что, ну, как бы так нельзя. Надо и к математике начинать нормально готовиться, а не вот что-то решать самому. Ну, и репетитор по физике раз в неделю этого недостаточно. Тем более, что у меня тогда в школе просто, ну, немножко нулевая была физика. А у тебя были какие-то амбиции, то есть ты… Амбиции у меня были лютые. Что ты вообще хотел? Почему ты такой думал, что 80 по физике мне не устроит? Ну, типа, это же нормальный балл, да? Ну, нет, так-то вообще заебись. Ну, в целом это хороший балл. Ну, даже 70 неплохой балл можно будет. Да, и ты, но… Я хотел 300 по физике и БВИ. 300 по физике. 300 по физике. 300 по ЕГА? Ага. По математике, физике и БВИ. Вот, расскажи, почему ты вообще этого хотел? Ну, типа, какая мотивация? Ну, блин, кого-то же… ЕГА… Ты, типа, просто хотел, чтобы сотка была или для того, чтобы куда-то переехать. Ну, побольше об этом. ЕГА – это инструмент поступления в ТОП-вуз. Ну, да. Один из, да. И я смотрю, ну, блин, самый легкий инструмент, самый доступный. А куда ты хотел поступать? – Ой, надо подумать, куда я хотел поступать в начале одиннадцатого, потому что я уже не помню. Там всё вперемешку было. Там и Вышка была. – Ну, во-первых, это точно не Волгоград. – Нет, конечно нет. – Это не Волгоград, это точно Москва. – Точно Москва. – Это точно там самые лучшие вузы. – Ну, из ТОП-5. – Которые мы там знаем все, да. МФТИ, Вышкулэкономики, больше я как бы не знаю. – МГУ, эффект. – Не, вот, кстати, МГУ я почему-то не рассматривал. Ну, точнее, я сначала думал такой, блин, ДВИ, ДВИ писать после ЕГЭ сложно, не хочу. Потом, правда, летом увидел вариантик ДВИ, поржал. – И понял, что не так сложно. – Ну, блин. – В общем, это были классные университеты, куда, чтобы поступить, нужны были какие баллы? – Ну, зависело, конечно, от специальности. Потому что, ну, начиная с 270. А если рассматривать в физтех, ну, как бы, ну, если не 300, то уже не молодец. – Да-да-да, и ты вырубил, за что, типа, если я даже 90 наберу, то очень тяжело, да, будет? – Да. – Поэтому… – В физтех, ну, забегая вперед немножко, поступил по БВИ или по ЕГЭ? – У меня нет Олимпиадки по игре. – У него Олимпиада по истории. Он мог поступить, не знаю, на ИСФА какой-нибудь, да? На юриста, наверное, ты мог поступить. – Несмотря на то, что у тебя меньше 300 баллов, тебя взяли, да? – Да, из середины списка-то еле-еле прошел. – Слушай, ты сам вот так вот говоришь. – Я вот так говорю. – Ты когда на него смотришь, вот так говоришь? – Вот так говорю. – А еще, кстати, прикол. Я физтехи куда подавал, на одну специальность я бы не прошел. У меня с индивидуальными достижениями в сумме 300 в физтех, а на ту специальность надо 305. – Но, короче, возвращаясь к разговору, ты в начале 11 класса понимал, что хочу в крутые универы, там очень много баллов, и нужно, типа, и ЕГЭ – одна из возможностей туда попасть. – Да. – Поэтому, ребята, вы сейчас находитесь в октябре. Мы, наверное, как-то присмонтируем. В октябре выпустим этот ролик. И нужно, ну, как бы, если вы еще до этого вдруг не понимали, что куда вы хотите поступать, ну, нужно понимать, что вот эти вот университеты. Здесь такие проходные баллы, да. Нужно, значит, по каждому примеру набирать примерно там плюс-минус 90 или плюс-минус 80, или там, может быть, какие-то другие университеты, какие-то другие баллы. И тогда вы будете понимать, что если ваш репетитор, например, говорит, что, типа, для вас 70 потолок, то это не ваш репетитор, или ваш школьный учитель, да, вот часто по физике особенно такое бывает, типа, говорит вам, не сдавайте физику, а вы такие, а я хочу в Бахманку на инженера. – Не, они вообще все время, вот эти школьные преподаватели по физике… – Не все, ты понял? – А, ну, согласен, да. Но очень многие, они, короче, боятся, когда ученик выбирает их предмет. Меня это просто максимально бесит. И это и демотивирует учеников, и, как бы, ну, сама учительница делает хуже, что у нее нормальных результатов классных. – Да, и она же, как будто бы, не хочет, она такая, типа… – Да, она боится, что ученики напишут круто, как будто. – Нет, она боится, что они не сдадут, потому что она просто не уверена в том, что она сможет их подготовить, и хочет реально их, как бы, отговорить от этого. И, ну, как бы, нормальная история, для нее уже новый ученик – это какая-то ответственность, какой-то геморр. То есть нужно что-то с этим делать, а зачем? Опять же, да, вот была учительница прекрасная, которая почему-то разбирала с ним олимпиадные задачи, которые не должна была разбирать. – Ну да, как бы никто не просил ее. – Причем в свое свободное время. – Да, и ей вряд ли это оплачивалось. – Нет, это ее личное время в выходной день. – Она просто хотела… Это призвание, да. Она просто хотела, чтобы человек все понимал, знал. – Очень круто, да. Очень круто. – Так, ну, в общем, с 10-м классом понятно, был прекрасный преподаватель. А, она в середине 10-го ушла. – Да. – А сразу же поставили новый, или вы какое-то во время… – Полгода мы были вообще без… Ну, там, нам заменяли, понятно. – Стандартная ситуация, да. – Я, по-моему, тебе даже писал где-то в середине года, что типа, блин, тяжко дается электростатика, потому что у нас вот выпало нафиг все. – Потому что вообще просто мне преподавали, а потом такие, магнетизм, заебись. – Да. – И причем, причем магнетизм нам преподавала учительница, которая вроде как не учитель физики даже по профилю. И то есть, ну, ей было тяжело, и нам было тяжело. – А кто она? ИЗО? – Вроде информатика. Информатика. Вот. А потом, уже ближе к Новому году, нам поставили такого хорошего физика, ну, реально очень хороший преп, который очень хорошо разбирается в предмете и хочет, чтобы… и хочешь научить. Вот. То есть, ну, замечательный препод. Типа, я так как достаточно быстро выполнял все его там контрольно-самостоятельно, и он мне просто давал такой задачки C-части. – Это уже в одиннадцатом классе? – Да, 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 да. Это уже вот ближе. – А, то есть вы еще из сентября по декабрь были без преподавателей. – Почти. Да, там сложные задачки были как-то вместе тупим. Ну, точнее, как. Я спрашиваю за сложную задачку, типа, как ее решать. Вместе тупим. Минут пятнадцать. Потом что-то приходит в голову, например, мне, или там кому-нибудь из одноклассников, и он идет и шарит, расшаривает эту задачку доски. – Понятно. – Это было весело. Вот. – Окей, смотри. Все, ты такой, типа, я хочу по сто баллов, ну, или близко к сотне по каждому предмету. – Двести девяносто плюс. – И начал думать, как готовиться. Походил к репетитору по физике раз в неделю, да? – Да, раз в неделю. – Или что-то такое. И, ну, понял, что, наверное, не совсем то. Что ты делал дальше? – Ну, вот, где-то как раз-таки к октябрю. Опять же, возвращаясь к тому, что октябрь – самое время задуматься. К октябрю я понял, что, ну, по физике мне этого не хватает. Математика у меня вообще не было репетитора тогда. И математики мне тоже не хватает. У нас в школе хорошо все с математикой, но из-за того, что у нас математики, ну, шесть уроков в неделю, типа, ну, на сотку подготовиться нереально просто успеть. – Да, ну, да, шесть уроков, большой класс, нужно всем уделить внимание. – Все дела. – Программы еще там. – И программы с интегралами веселыми, которые на ЕГЭ примерно не нужны. – Примерно. – А комплексные числа проходили? – Комплексные – нет. – Сленг. – Математика. – Мы проходили. – Нет, там про ударение. – Я понял, я просто говорю, что, типа, тоже непонятно зачем. – Я тоже проходил. – Мы их вот прошли в первом семестре. – Вот, и… и что? – Не, мы… ну, почти так же, как в одиннадцатом классе, то есть, ты бы прошли, решали задачки, забыли до третьего курса, до ТФКП, до теории функций комплексно-переменного. – Ага. – Вот там уже будет весело. – А пока что молимся, что мы выжимем до туда. – Вот. – И к октябрю, когда я вот это все понял, я начал искать, типа, где… где же готовиться. Почти сразу отмел репетиторов в стандартах. – Почему? – Ну, потому что, опять же, ну вот, не совсем эффективный опыт. – Сколько, кстати, реп по физике стоил? – Девятьсот, что ли? – Девятьсот рублей? – Полутора часа. – Он был нормальный такой? – Ну, да. – Как бы не супер, но и неплохой? – Ну, нормальный такой. – Сколько лет? – Не знаю. – Саня, умножь девятьсот на двенадцать? – Десять восемьсот? – Да. – Да? – Да. – Я на калькулятор считаю. Мы делали паузу, чтобы я посчитал, и буду повыёбываться. – Чтобы быстрее считать. – Да. – Но я имею в виду, что вот примерно столько бы стоило двенадцать, ну, не примерно столько бы стоило, двенадцать занятий с этим репетитором. – Ну, да, да. – А двенадцать занятий с тобой в онлайн-курсе стоит? – Ну, три тысячи, там, в зависимости от тарифа. – Три, три, пятьсот. – Ну, да. – Плюс-минус. – Ну, ещё, кстати, в справедливости ради у меня летом два месяца был один очень крутой репетитор из Москвы. Ну, то есть мы дистанционно занимались, у него там своя система разработана, всё такое. Но, типа, он больше ориентирован на Олимпиады. – Яковлев? – Яковлев? – Не-не-не. – Своя система и Олимпиады, да. – Ну, клёвый. – Максимально клёвый. – Оставил? – 25-600 в месяц. – За занятия? – Да. – Просто в октябре ты понял, что недостаточно занятий, у тебя по математике репетитора нет, по физике репетитор раз в неделю, кажется, что это не, может быть, не суперэффективно. – Да, и, кстати говоря, сначала, как я записался на «Айбонит», я сохранил репетитора. – А как ты вообще «Айбонит», как ты там оказался? – Как оказался? На самом деле я сам не понял. Ну, типа, я начал мониторить, типа, чё там, какие онлайн-школы, поспрашивал, мне посоветовались «Легион» сначала, смотрю пару твоих видосов, ну, понятно, как я могу записаться, не посмотрев там халявные материалы, потому что смотрел их у некоторых онлайн-школ, когда из часового стрима 45 минут реклама. – Да. Вот. И, ну, смотрю видосы, думаю, ну, нормально объясняешь. Вроде всё понятно, всё по кайфу, смехуёчки в строю весёлые, как говорится. Вот. И такой думаю, ну, попробую. Записался. Смотрю, ты где-то там обмолвился по то, что у тебя есть партнёр с «Айбонит». Такой думаю, так, физика, надо делать физику. Смотрел, опять же, бесплатные видосы, там всякие абонёнки и прочие летние курсы. Думаю, блин, а чё-то вообще кайф. Прям вообще зашло-зашло. И тоже записался. – Угу. – То есть ты с первого урока уже был на «Айбоните», да? – Не, в октябре, в октябре. – Не, прикольно, хорошая цепочка, мне нравится. Но я имею в виду, что кто-то посоветовал. – Ну, да, я так начал, типа, расспрашивать, и оказывается, что, типа, кто-то там на марафонах занимался, кто-то там, ещё что-то такое. – А, «Айбонёнка» ты в записи уже смотрел? – «Айбонёнка» в записи смотрел, да. Ну, я, честно, так посмотрел, первый стрим такой, о, кайф, какие ещё видосы на канале есть. Из разных разделов физики так посмотрел. – Угу. – Я думаю, ну, блин, офигенно. – Короче, зашло. И ты первое время, ну, там, начал… По математике у тебя не было репетитора, ты занимался только на курсе. – По математике у меня появился репетитор там попозже, для олимпиад чисто. – Угу. – Ну, чуть-чуть мне не хватило до диплома. – Я понял. – Буквально ползадачки. – По физике у тебя вот был курс «Айбонит», и ты ещё немножечко занимался с репетом. – У меня оставался репет, но к ноябрю я уже решил, что, ну, это как-то немножко бесполезно. – Угу. – Потому что всё равно то, что объясняет репет, я ещё раз слушаю с Аней, понимаю это лучше. – Угу. – Вот. И, ну, как бы, репет решил после механики уйти в квантовую физику. – Интересно. – Угу. – Как это он логически обосновывал? – Ну, раздел маленький в ЕГЭ. – Ааа. – По Шурику пройдём. – Ну, типа, быстрее пройдём, больше баллов сейчас начнём. – Ну да, типа, до Нового Года вот это пробники сейчас начнут. – Все дела. – Ну, мне кажется, это тупо достаточно гонка за баллами, надо просто вот полномерно… – За баллами надо гоняться на ЕГЭ. – Нет. – А, не на пробниках. – За баллами, когда уже всё прошло, надо слабые – Ну да, 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 я и говорю, на самом ЕГЭ. – Да, тут подход такой, типа, за как можно меньшее время пройти задачу на как можно большее количество баллов. – Ну да, но это нормально работать для тех, кому надо 70, да? – Ну да, да. – Но кому надо 100, это вообще не работает. – Для тех, кто начал… – В физике это вообще не работает. Это в матче можно ещё как-то… – В матче можно, да. – Да, если вообще не дано решать стереометрию и планиметрию, ну да, вот пройди там эти-эти-эти задачи. – Ну, я не говорил, что не дано. Ну, типа, не считаю, что там есть дано и не дано. – Нет, я тоже не считаю. – Просто огромное количество усилий надо потратить. – Ну, просто кто-то не хочет принципиально стереометрию и планиметрию учить. Ну, есть такие. Типа, да я не буду, ну, это пиздец, сколько тут читать и решать, да. Зачем мне этим заниматься? Окей. Не понимаешь геометрию, взял, ввел там оси, координаты и так далее, и решаешь уже, как задачу по аналитической геометрии. Нет. Я серьезно решил чисто геометрически. Гля, красавчик. Конкретно вообще. Ну, она реально изи была, ну, как мне показалось на самом игре. Но к этому мы вернемся чуть позже, когда будем говорить непосредственно об экзамене. С каких пор он, блядь, ведущим знал? Перехватываем инициативу. Давай чокнем все, что мы говорим. На путь ведем, блядь. Да, тут уже через пару часов буду я один сидеть вещать. Вопросы, может, какие-то есть. Чисто сидим просто, отдыхаем. Ну вот, записался я, начал работать, и понимаю, что как бы, ну, месяц уже пропущен, надо его нагонять. Да. И по математике мне куратор сказал, что, типа, ну, ты нагоняй постепенно, доставай. Ты брал курс с куратором? Да, и там, и там. Почему? Контроль за успеваемостью. То есть мне не надо тратить собственное время и собственные силы, чтобы контролировать свою успеваемость. А времени и сил у меня и так нет. Поэтому, ну, раз есть опция, так сказать. Не, ну, смотри, у нас на тарифе без куратора тоже контролируют. Выполняешь ты домашние? Да, непонятное дело, но тут еще и консультация есть. Вот с куратором по физике у меня больше всего было взаимодействия именно в этом плане. Куратор по физике у меня из физтеха, кстати говоря. А кто у тебя был? Гриша. Давай фамилию. Селезнев. Селезнев Гриша. Все. А ты рекламировал? Крутой куратор, максимально крутой. Собственно говоря, один из тех, кто склонил меня к поступлению на физтех. Он просто выиграть я хотел. Не, он не на ФАПФЕ. Он не на том, он на нормальном. Вот. Поэтому ты решил заниматься с кураторами. Они помогают. Они классные. Оба куратора классные по математике. Аня Ларина была из МГУ. Аня, привет. Аня, привет. Аня, сейчас старший куратор у меня на курсе. Вау, круто. Вот, она тоже помогала разобраться с непонятными моментами, но так как я по жизни математика было чуть меньше. Вот. И она была даже полояльнее Грише, наверное. Ну, то есть помягче в плане сдачи. Ну, типа у тебя месяц. А что он за оформление сложной части дрючил? За все. Все как надо. Чтобы, так сказать, на ЕГЭ не обосраться. Ну, понятно. Ой. И, получается, мне с самого начала пришлось вкалывать. То есть я записался и 24 на 7. А тебе вот эти месяц, которые ты пропустил, как-то его нужно было нагонять. Нагонять. Смотреть. Да? Домашки по ним делать. Конечно. А сколько ты закрывал хвосты вот за этот месяц? Я не помню. Ты вообще быстро влился вот в общий поток? Работал я максимально интенсивно. Типа до Нового года мой отдых заключался в том, что я, не знаю, сериальчики смотрю. Правда, я мог полдня смотреть сериальчики, а потом полночи работать, проклинать все в этом мире, потому что дурачок потратил кучу времени. Ну, вот как-то так. А вот, дальше, собственно говоря, в таком режиме я работал примерно до Нового года. Пошел в Новый год, я пару дней отдохнул вообще. И продолжил работать. Ну, понятно, там, на Новый год я съездил в Сочи. И поэтому немножко пропустил. А что мы там не потусили с тобой? Я не знаю, как так вышло. Я тоже был в Сочи. Я помню. Ты на Новый год был? Нет, ну я позже был. Нет, ты позже был. Я на Новый год был, я там уроки вел. Надо было с тобой... А я там уроки делал. Два часа ночи, все спят, как бы, а у меня лампа и параметры. У меня тоже так. Все мои друзья там бухают опрыски, а я сижу, блядь, параметры объясняю. Ну вот. Same situation. Поэтому мы пришли к этому. И вот. То есть я вернулся оттуда где-то после Рождества и понимаю, что хвостов опять немножко есть. И опять надо втягиваться. И примерно тогда мы с друзьями начали, ну точнее как начали, продолжили играть в КС. То есть мой отдых из-за сериальчиков приквалифицировался в катушке в КС с друзьями. Хлёво. На самом деле да. Ну кому-то, конечно, такой вид отдыха не заходит. Кого-то игры затягивают настолько, что он не может работать. Я же отношусь к этому как, ну типа одним выстрелом убить двух зайцев. И с друзьями пообщаться. И погамать. Ты про игру или что? Окей. Я имею в виду, что вообще мы говорим, важно отдыхать. Максимально. Безусловно, без этого типа работаешь, 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 очень мало людей может. Ну я так перед олимпиадками выгорел. Ну за две недели перегорают уже люди. Ну вот долго-долго, да. Это же реальный марафон. То есть тебе нужно 9 месяцев учиться. И очень тяжело, если вообще не расслабляешься. Поэтому расслабление я только за. Какие-то компьютерные игры, сериалы и так далее. Но давай про то, что реально некоторые люди, когда начинают смотреть сериалы или играть, ну прям ударяются в это. И тратят максимально много времени. И такие типа, ой, подготовка это вообще не мое. Что тебе, вот как ты разграничил это? Что я чуть-чуть покатал там, поболтал с ребятками, поржал. Но мне как бы, ребят, я не могу там 25-ю каточку. Мне надо еще и физику. Ну типа, во-первых, я видел примеры того, что бывает, если, собственно говоря, играть или там в сериальчике ударяться без меры. Ну типа друзья какое-то окружение. Ну да, да, да. Которые там с начале года у них амбиции на топ-вузы. В конце года поступить бы в местный. И видел примеры того, как человек может все же себя ограничивать и в итоге получать профил. А эти примеры откуда у тебя? Ну друзья, родственники тоже. Тоже друзья, которые... Вот, например, сын моего крестного когда-то давно много играл, но потом он сам пришел к тому, что ну как бы надо учиться. И в итоге он учится сейчас в СПБГУ, он затащил Олимпиаду. Супер. Короче, очень важно вот видеть позитивные-негативные примеры. Из негативных брать опыт на позитивные просто равняться. У вас есть, ребят, позитивный пример. У нас Никита пришел. Играть, да, можно? Можно. Типа круто, это круто. Круто? Расслабляться надо? Надо. Выплескивать адреналин. Получать какие-то эмоции. Все это делают только по-разному, да? Ты, Саня, как вот получаешь какое-то удовольствие от жизни? Ну, кроме дрочки. Не, ну я, не знаю, я люблю тоже сериальчик посмотреть там. В игры я что-то перестал играть, но раньше очень любил. Вот, и что еще? Я знаю, что ты очень много времени здесь сми проводишь. А, да, кстати, меня капец много. Ну, типа, прям очень-очень много. И реально это тебя расслабляет. Ну, то есть, ты же в это время не работаешь, правильно? Я бы не сказал, что очень много. Но тут, видите, чем больше проводишь, тем больше хочется. Я бы еще больше проводил, да. Но опять нужно себя ограничивать. Нельзя прям вообще полностью увлекаться, а то, ну, это, наверное, превратится в рутину. Да, ну, мне сейчас с детьми больше всего нравится. И пивасик пить. В общем, обязательно, да. Мы можем же дать такой совет. Да, школьникам. Конечно, да. Что отдыхать, ребят, отдыхать, иметь какую-то жизнь. Сразу вопросы, да, а где взять время? Времени, говорят, нет. Но у тебя же, по идее, тоже не так-то много времени было. Да, блин, фиг знает, где время взять. Я, типа, каждый мой отдых был с поправкой на то, что вот я сейчас отдохнул пару часов, а эти пару часов я не посплю. Да. Да. Ну, то есть, типа, я посижу до трёх ночи, класс. Да, потом там в школу. А потом в школу. Потом ты сонный. Но прикол в том, что в школе, опять же, учителя многие были и понимающие, в том числе, они понимали, что нам готовится к игре. И поэтому я, например, мог домашки с Легиона, например, делать в школе. Кстати, с Абонита я не брал в школу домашки. А почему? Я не знаю, как-то, ну, типа, понятия не имею. Не, я занимался на Абоните так, что вот день дедлайн, я беру стрим, я смотрю его на 2x. Вообще, вас воспринимать не в 2x как-то страшно. Поэтому надо быстрее говорить. Да-да-да. Вот. И, ну, посмотрел стрим на 2x, все законспектировал, все понял, решаю задачки, закрепил, все, сдал. И в 23, 50, там, пишу куратору, типа, вот задачки, на, проверяй. Ну, понятно. Нужно школьникам отдыхать. Да. Сто процентов. А вот тогда меня эта мысль покинула. Потому что начался олимпиадный сезон, ну, сезон заклов. Я там несколько прошел, на фестер, на роса, там, на что-то еще. И, ну, именно по математике. Физику олимпиадную я ботал в 10-м классе. Вот. И получилось так, что я реально, ну, типа, вся моя жизнь заключалась в том, что я сходил в школу, там поботал, пришел домой, поиграл, поботал дома, до трех ночи уснул. Вот. Я, понятное дело, сгорел в хламину. Поэтому олимпиадки затащить не получилось. А как проявилось, что сгорел? Я просто ботаю бесполезно. Ну, то есть, как бы, голова не варит абсолютно. Ничего не хочется. Полная апатия. То есть и настроение упало, и работоспособность упала, и все. И члены стоят. Опять хайлайты. Нет, ну, ты, допустим, вебинар смотришь, ты врубаешься, что в вебинаре происходит, или просто вот какие-то, что-то бегает перед глазами, и все. Вот тогда, как раз-таки, когда уже выгорел, мне приходилось и стопить вебинары, и там, типа, какие-то моменты более сложные. Вот я записал его, я стопнул вебинар, я смотрю минут 20, пытаюсь разобраться. Потому что, ну, мозги не варят. Эх, в мозгах видосы Трушина по олимпиадной математике. А ты брал по олимпиаде у Фокса? Нет, я не брал, я просто видосы с Ютуба. У Трушина замечательнейший канал на Ютубе, как дополнение для подготовки к математике. Прям очень круто. Трушин пребыл на физтехе, кстати говоря. Но он уже не преподает. Нет, не преподает. А жаль, хотелось бы ему экзамен какой-нибудь сдать, пообщаться. И вот, кстати, да, раз уже зашел разговор про Трушина, в математике это проявилось в большей степени. Я пытался добывать информацию из разных источников. То есть у меня основой был твой курс. Какие-то моменты, которые мне хотелось понять глубже. Ради них я шел, смотрел Трушина, шел, смотрел Школкова. У них, кстати, брал какой-то олимпиадный интенсив новогодний. Это, опять же, те каналы, про которые я все время говорю. Типа это не гавна школы, да? Это реально клевые преподы, которые клево знают материалы, которые хорошо подают. Поэтому, конечно, нужно всем этим пользоваться. Вот я и пользовался, и, собственно, получилось что-то. По физике я в качестве дополнительных материалов брал больше что-то научно-популярное. — Что, например? — Ну, типа Побединского. — А, ну, я не думаю, что там к ЕГЭ больше относится. — Ну, не-не-не, это именно для общего понимания, конечно. То есть, опять же, физика меня всегда интересовала именно как наука, описывающая нашу жизнь. Все вокруг, кайф же. — Что у тебя с пробниками было? Какие были результаты в течение года? — Можно ли говорить или нет, что в сентябре написал сам по 30 баллов? — Серьезно? — Ну, я и от балды писал. Типа, ну, чисто по Шурику решить. Типа, физику в середине 10 класса я написал что-то около 60. Когда пройдено, ничего примерно. Математику тогда особо не писал. Ну, написал бы максимум на 80. — Ну, 80 тоже? — Это в середине 10? Или в 11? — Ну, к 11. — Но это если бы я прям сидел натурально 4 часа, вспоминал вообще все-все-все, что знаю из математики. — Ну, а первый пробник, он после лета, да? — Да, первый пробник после лета. — Он такой, типа, ты расслабленный приходишь. — Вообще никак не зашел. — Ты только со своими одноклассниками там что-то вы поржали, и вот вы пришли, сели пробник. — А тут пробник. — У тебя час времени. — Ну, не 30, не, побольше было где-то, но я не помню. Ну, что-то такое. — Ага. Ну, в общем, добрый вечер. — В общем, добрый вечер, да. Ну, потому что, понятно, я август вообще ничего не делал. Мне хотелось спать. — Можем же сказать, что первые пробники не значащие вообще ничего. — Азаровано? — Это просто какое-то число. — Это скорее так, флажок что? — Ну, типа, вот, да, типа, ну, там, 18, 20, 30, 40. — Ну, вот сейчас ты, типа, не поступишь. — Чувак, ну, типа, не то, что ты не поступишь, просто, ну, вот, есть какое-то число. Вот с этим числом, ну, окей, я просто сделал засечку, что-то с этим буду дальше делать, но не надо расстраиваться, да? — Абсолютно не надо, типа... — Не надо делать вывод, что я тупой. — Не, не, ни в коем случае. — Не надо делать вывод, что мне эти предметы сдавать не надо, я пойду сдавать там другие какие-то, как мне кажется, более простые. Это вот мне вообще не повод для этого. — Не уходите в общество знаний, ребят. — Но если уйдёте, есть один курс. — Валентинович Станислав, у нас и по общеге всё ровно. Куда бы вы ни ушли, мы везде. — Ну, уже в ноябре, типа, я написал «Промник» на 74. Смотрю, всё равно недоволен. — Это математика. — Да. Типа, что за фигня? По физике я «Промники» начал писать, вот когда они начались на эмбоните. То есть весной. — Ну, раньше и смысла нет писания. — По физике тем более, когда... — Да, ну, типа, «Лол». И ещё я допишу. — 25% прошло, на сколько ты напишешь? Ну, на 30 баллов неплохо. — Вот. И, типа, «Промники» по физике у меня были что-то. Первый на 70 с чем-то. Потом я такой, ну, блин, что за фигня? Март месяц, а я на 70 пишу. — О, прикольно, в марте по физике где-то 70 ты набрал. — Да. — И чё? — Я такой, отвратительно. — Слушай, а почему на 70? Ты вот какие задачи не сделал? — 78 даже где-то. Ну, по второй части. — То, что не прошли или какие-то не получились? — Нет, много чего не получилось. — Да? — Да, где-то по невнимательности, где-то просто не то вообще дело. — Круто. Нет, отличный кейс. — А что тебя спасло в итоге? То, что мы повторяли какие-то разделы? — И повторение, и то, что вот, собственно говоря, я увидел это. Вот в этот промежуток времени, ну, весна, как раз-таки важно писать пробники, потому что это уже не флажок, это уже пинок. — Да, это самое важное, это просто Новый год, на самом деле, как начинать писать. Но там уже стоит на них обращать внимание, да? — Поэтому следующий пробник по физике был на 94. — Ух ты. — Ох, ебать. — А это когда был? — Ну, когда там был второй, в апреле. — Я там где-то раз в месяц проводил. — Да, первые были раз в месяц. А по математике к тому времени у меня был официальный школьный пробник на 96. — Ух ты. — Да. Я зафакапил в таких лёгких моментах, что настолько было обидно мне. — Нормально. — Что я решил ревайзовать и математику. — Угу. — То есть для повторения, кроме твоего курса повторения, я смотрел, опять же, Трушина. — Угу. — В итоге помогло. — Угу. — Угу. — Угу. — Угу. — Отлично. — Да. — Ну, типа, можно в марте писать на 70-80. — Главное, чтобы это было не разочарованием, а стимулом. — Главное, понятно, чтобы, да, чтобы понимать, что делать дальше. — Да. — Ну, типа, дальше надо, там, ботать, повторять то, что ты где-то ошибся и изучать там материал, который у тебя осталось изучить. — Ну да, и было бы вообще странно писать в марте на уже 90+. Там ещё не вся программа пройдёт. — Кстати, прикол. — Угу. — Угу. — Бе-де-де-де-де-де-де. — Ну, как так вышло? Ну, точнее, как? Знаю. — Где-то вот к середине года как раз-таки я начал вливаться в эти беседы. Уже до этого считал, что времени нету. — Угу. — А тут думаю, ну, блин, я учусь на классных курсах. — Значит, здесь есть классные ребята. Какого чёрта я сижу как… — Гнула говна. — Угу. — Да. — Вот именно. И думаю, так, куда? В беседе Легиона что-то больше тысячи человек было. Я такой, ой, ой. Да. Смотрю что-то в рабочие банито. Смотрю, чуваки переписываются. Блин, прикольные чуваки. Подружился много с кем. Вот, кстати, мы, по-моему, только к Сане подошли, всей компанией, на сходке. Спьем. И обсуждали с тобой физику. Это когда я тебе сказал, что не делай это, лишать ребят в этом году BDSM задач. А, да. Нам графики разворачивал, а им не будешь. Ну, нет, не делай. Дети должны мучиться. Не, ну, я там нормально-нормально сделал. Как говорят у нас преподы на физтехе учебы, это насилие. Насилие студента над самим собой. Только так, собственно говоря, что-то понимается. Не, ну мы так насилуем, что вы получите удовольствие, что не бойтесь. Главное, расслабьтесь и получайте удовольствие. Как альбом Валентина Стойкова «Смирись, расслабься». Отлично. То есть у тебя к концу учебного года… Дети, типа, зимой. Мы много с кем подружились, даже там свою отдельную гран-фу создали. Общаемся в Москве, встречаемся друг друга с днём рождения поздравляем. Вот буквально на прошлой неделе поздравляли одну девочку. И, кстати, вот опять же завёл разговор про друзей, которых я нашёл. Ну, понятно, что они все были в Легионе, или почти все. Но познакомимся я с ними именно в беседе Монита. И мы, ну, и ботали вместе, помогали друг другу. Типа вот с той же девочкой, которой мы ездили поздравлять, мы ближе к Майю несколько раз ботали в Дискорде. Ух ты. Да, там, типа, пробнички решали по физике, там, по математике всякие такие приколы, типа, параметров друг другу объясняли. А, как говорится, если хочешь зашарить за предмет, почитай по нему курс лекций. Вот, то есть и так понимание приходило быстрее. Да, когда ты объясняешь, то намного лучше усваиваешься. Да, ну, то есть реализуется комплексный подход. Офигенно. Я сам так физику выучил. Ну, это… Ну, да. Я в универе начал этим пользоваться, то есть когда ты готовишься к экзамену и что-то ботаешь, и ты начинаешь просто однокурсникам объяснять, там, то, что ты понял. Я так буквально вчера делал, когда к экзамену вчерашний уготовился. И ты это понимаешь, что это было лучше сам, для себя. Я поэтому, когда приходишь на экзамен, ты такой, да я же это ещё и объяснял, и у тебя всё укладывается. Сейчас преподу объясню вообще, а не расскажу билет просто. Круто. И вот, и поэтому спасибо, ребят, вам всем привет, потому что, ну, блин, без вас соток бы не было тоже. Ну, не только ребят. Ну, ребятам привет. А то, что тебе одели, привет передали. Нет, 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 там девчонки были, да. Да, ребята-девчата. Ребята-девчата имеется в виду, что вместе. Там девчонки тоже у нас есть, 10% в прошлом году, и 40% в этом. Спасибо, что нас выбираете. Люблю. Ну, в нашей компании девчонок было не 10%, а побольше. Да? Пациентов под 30. Нормально. Ну, это, видимо, общались под 30. Да. Так-то по процентам, если смотреть, 10% девочек. Ну, да, я имею в виду вот именно нашу компанию. Ну, а сейчас, получается, у Сани Краш. У меня в этом году у девочек больше половины на курсе. Офигеть. Первый раз в жизни. Я думаю, нахуй они туда пришли. Куда идут? Зачем математику? Не-не, я не про математику. У меня, кстати, вот такой нету предположенности. Понятно, девочки. Я просто, типа, я же... Ну, что они в тебе нашли, да? Не более, это тоже понятно. Я просто, что, ну, мой стиль может не подходить. Более нежным созданием. Но у нас клевые девчонки нет. Ты же знаешь девочек, они любят плохих парней. Шарик за стиль. Окей, короче, пробники у тебя были нормальные. И тебе это помогло, то, что у тебя был какой-то курс классный. Крутые курсы, крутой комьюнити, крутые друзья. Ты черпал еще знания где-то с других источников. Особенно в математике тебе помог там и Трушин, и Школкова. По физике там, ну, чуть меньше. Там просто ты смотрел какой-то научпом. Побединский. Ну, просто интересовался. Ну, не, Побединский охуенный. Всем очень советую. И Пушной. Хотите полюбить физику, блядь, вообще. Это просто в целом тебе все помогало. И вот май месяц, или уже июнь. Июнь. Тебе нужно идти на экзамены. Ты вообще как себя чувствовал перед экзаменами? Абсолютно спокойно. Прикольно. Почему? Потому что, ну, во-первых, нервная система умерла на Олимпиадах. Она просто отказала, да? А во-вторых, ну, блин, простая логика. Типа, вот буду нервничать, напишу хуже. Напишу хуже, не получу того, зачем шел. Нафиг мне оно надо. Вот и все. И типа, даже перед математикой у меня там, от меня была фраза с утра, когда мы сидели там с родителями, завтракали, и я такой, ну, если все завалю, есть Волгоградский политех. Вот. Ну, то есть, типа, даже путь отхода, грубо говоря, обозначен. То есть, я шел не то, чтобы сильно уверенный в себе, ну, я шел, скорее, уверенный в том, что я сделал то, что должен был. Я готовился. Но шел ты забирать сотку? Шел забирать сотку. Объективно. Причем, я решил соблюдать единый стиль на всех ЕГЭ, типа, я в костюмчике, при галстучке, при запонках, типа, с очочками, и с шоколадкой Ридерспорт. Что с шоколадкой? Пустили я с шоколадкой? Не, разные каждый раз, но все Ридерспорты квадратные. Не, я имею в виду, тебя пустили в аудиторию с шоколадкой? Не, за аудиторией. Да. Ну, можно было. Ну, можно пыхавать. Можно выйти поесть. Нормально. Типа, я, по вас за экзамен такой, можно выйти поесть. На самом ЕГЭ, вот, и на физике, на математике, если это в общем, ну, если было что-то общее, какая обстановка, как ты себя чувствовал, делали какие-то паузы, расстраивался по каким-то моментам, терял ли самоконтроль, вот, можешь... Бланков сколько взял? Про конкретно. Запикайте, дохуя. Бланков. Если ты это запикал, то он сказал, дохуя. Я не понимаю. Иди нахуй. Она выключена была. Звук выключен. Ну да. В общем... Про каждый расскажу отдельно. Давай, давай, давай. Ну, типа, даже зацеплю немного русский, потому что он был первым. И, типа, на нем я... По-русскому у тебя? 98. Это почти 100. Одна ошибка, по-моему, да? Одна ошибка. Нормально. В том задании, которое я ненавидел больше всего, специально заботал, думал, что точно не ошибусь, и ошибся. Ну, там было такой тоненький момент. Жиши. Пиши от души. От души, брат. Да. Окей. Вот. Ну, то есть, на русском я себя чувствовал уверенно. И после него особенно. То есть, я шел уже на математику с уверенностью. Типа, я уже увидел, что ЕГЭ... Ну, точнее, подтвердил свою догадку, что ЕГЭ не страшен. Разъебано. Нет, это я понял уже, когда результаты пришли. Если ты будешь просто причать слова с корнем «ёб», то продолжай. Тебе нравится этот подкаст. На математику я шел, опять же, уже более уверенный. Даже чуть-чуть более уверенный. Но, как бы сказать, ну, типа, в своих знаниях я был уверен, но был уверен, что где-то ошибусь. Типа, я знаю, что я раздолбай, я точно где-то ошибусь. Типа, подсчеты там, буковки перепутаешь. Да-да-да-да, вот всё такое. Или просто, типа, а. Или просто, типа, вот это я расскажу уже, когда буду говорить про задачки. Потому что это просто, типа, случилось. Моё раздолбайство, так сказать, мне чуть не помешало. Вот. А захожу в аудиторию, там на меня нагнали. Люто. Потому что, типа... А что ты с калькулятором пришёл? Типа, я весь такой культурный, в костюмчике, в запахах. И с калькулятором. И тут из кармана внутрь такой, Casio FX-82ES. Кстати, да, калькуляторы Casio? Можете купить его только на Азон Экспресс. В кого мы превращаемся? У нас тут это... Сдали бы с... Блин, в чём подкаст скатывается? Реклама на рекламе, кого-то это напоминает. Вот. Сажусь, как бы, раздали бланки, раздали задачки. Я начинаю их писать сразу. А мне говорят, убери бланки второй части, берёте не раньше, чем через час. Чё ебать? Ага. Чё охуел? Ну, а начал решать я 13-й через 5 минут. Пока раздавали задачки, ты уже что-то порешал. Ну, раздали задачки, я, типа, как только там начали подписывать. Я такой, оп, смотрю, первую часть решил, 5 минут прошло. Я такой, ну, начинаю писать вторую. А вторую, как бы, 13-й номер писать в черновик, не. Вообще нет смысла. Там был какой-то переход, ну, не совсем... Ребята, нет никакого смысла писать вообще вот эти херовые номера простые в черновик. Ну, справедливости ради, типа, там был один нетривиальный переход. Я чисто этот переход сделал на черновике. Да-да-да, так вообще и надо работать. То есть ты на черновике, он черновик, типа, это то, что где-то проверяешь свою идею, гипотезу, там, что-то, что-то начеркал, а все он надо сразу писать. Решать в чистовик, а то время просто проебит. Я пишу, пишу, то есть пол номера уже написал, на меня смотрит эксперт. А ты пишешь куда? Сразу в чистовик. Да. Бланк второй части, да. На меня она смотрит глазами, говорящими, счастье, жопа. И она такая, ты что взял? Я же сказала через час. Я такой, я, конечно, все понимаю, но это мое право. Решать в том порядке, который мне хочется. Поэтому отсюда. Можно вообще пропустить первую часть. За меня второй эксперт вступился, спасибо ей большое. Типа, не лезь к ребенку, пусть решает. А у меня, кстати, прикинь, был один чувак, и он всю тестовую часть на один этот столбец сдвинул, начиная с первого номера как-то так. И он не начиная с первого, наверное, какой-то номер пропустил, и потом пошел подряд, да? Я не помню, что там было. Короче, у него все со сдвигом пошло. Короче, ему ноль за всю тестовую часть. Обидно. Вообще ноль. И он чисто за счет второй там семь с чем-то. Слушай, а у меня тоже ученик, который первую часть ответа вообще не записал. Просто забыл. Ну, все, тоже ноль за первую часть. Ну, пизда. Я вот, кстати говоря, этого боялся чуть ли не больше всего на ЕГЭ, что я что-то забуду перенести. Поэтому я на каждом экзамене раза по три каждый бланк проверял свой, что типа все ответы я перенес, все, я перенес как написал, все нормально. Еще потом после того, как перенес, проверял еще раз. Ну, то есть я когда проверял сделанные решения с собой, я проверял, сверял то, что у меня получается сейчас. Не с тем, что на черновеньке, а с тем, что уже в бланке. Типа, чтобы все ли я нормально перенес. Чего как задачки пошли? Фигня. В каком порядке? Ну, типа я решал все по порядку сначала. Типа первая часть ушла, тринадцатая ушла, четырнадцатую, как обычно, скипают, напоследок оставляют. Пятнадцатую решили. Обычно после этого я решаю шестнадцатую. Но там смотрю, шестнадцатая необычная. Интересно. Тогда сейчас, чтобы времени тратить, решу семнадцатую. Решил семнадцатую. И тогда уже начал решать шестнадцатую. А она у меня заняла больше времени, чем обычно занимает. Типа, ну, не двадцать минут, а двадцать пять. Мы вообще, ну, я вообще сорок рекомендую. Ну, вот. Ну, закладывать на нее. Ну, да. Я имею в виду чистое решение. То есть без проверки. Тебе же еще отдельно, временно проверить. Перенести, вот, аккуратненько все расписать это. Да. Шестнадцатый я частично использовал черновик. Ну, чтобы рисунок нормально придумать. Все дела. Это нормально. Да. И она прям, ну, нормально так расписывалась. Задачка хорошая, серьезная. Ну, по сравнению с тем, что было в прошлые годы. Типа, когда задачка прям буквально кричит. Примени минилая, получишь ответ. А тут такого не было. Типа, подумать, что надо делать. Вау. Ну, понравилось. Понравилось, конечно. Потом я перешел к параметру. Вот он был как раз таки, реши меня, давай уже. Ну, логично, да. Раз шестнадцатая посложнее, восемнадцатая чуть попроще. Решил ее. Очень боялся за параметры. Очень боялся за параметры, потому что слабее всего его знал. И, как следствие, наиболее скрупулезно проверял. Типа, параметры я проверил. А что слабее всего? Ты прошел весь курс в Легионе, да? Да. Но я чисто сам понимал его хуже остального. И потом, ну, как бы я задачки решаю-решаю, а вот восемнадцатую я решил, я ее перепроверил, еще раз решил и перепроверил. И только потом перешел к девятнадцатой. Она решилась там нормально. Была задачка. Что-то из задачи простое достаточно. Вот. И перешел к четырнадцатой. Смотрю четырнадцатую. Ну, прикольная задачка. Нормальная стерео. Типа, стереому я решал, ну, как раз-таки в конце весны, да? Да. Она была на Легионе. То есть, по времени я ее решал меньше, чем другие задачки. Поэтому немножко волновался, что типа, блин, что за фигня, решил, посмотрю, норм. Это был уже десятый дополнительный бланк. Десятый бланк. Десятый бланк. Дополнительный бланк десятый. Ну, там, ладно. Ну, короче, в районе десяти ты вот так использовал. Не-не-не, стой, вру. Это был девятый доп-бланк, то есть всего одиннадцать бланков второй части. Окей. Мы остались на четырнадцатой задаче. Да. Ну, она вроде как казалась мне несложной, я ее решил. Все нормально, думаю. И осознаю, что прошло как бы полтора часа с начала экзамена, а я все решил. О, реально? Да. Не, подожди, подожди. Ты только что говорил, типа, я очень сомневался в параметре, делал его долго. Не-не-не-не. На шестнадцатую потратил дольше, чем нужно. На шестнадцатую потратил двадцать пять минут сначала, да? Типа, из девяносто. А параметр, он был, ну, очевидный. Да, да. Но поэтому я не боялся. Ты просто переживал. Я максимально переживал. И, ну, ну, был спокойный. Ты просто был недостаточно уверен, ну, в себе. Не, я просто... Ну, параметр решился на изи. Параметр был несложный, объективно. Ну, да, да. И поэтому, типа... С модулем там вот это. Да, да, да. Вот это вот. Я, кстати, вот пиздец, я его минут сорок решал. Да, я видел. Не, ну, не знаю, он вроде бы легкий был. Типа, я его решал аналитикой. Ну, если ты параметры знаешь лучше, блядь, чем Саня. Ну, это мы вырежем. Ты решил все, получается. За полтора часа это пиздец. Ну, там, полтора часа примерно прошло. Драматики, это сильно. Это пиздец, по матчу это пиздец. По физике это нормально. По физике я первый пробник решил за час 05, который на 95. Ну, первый школьный пробник имею. Не, получается, полтора часа это сильно. Да. Что дальше-то делать вообще? Ну, я надеюсь... У тебя что-то уже было в чистовике написано? Все. Ты все еще успел оформить? Да. За полтора часа? Да. Ты что, с ума сошел? Да. Не, ну, я за два с половиной обычно оформляю все. Интересно, интересно. Не, типа, ну, там параметр был... Ну, параметр обычно по оформлению самый долгий. Ну, мне кажется, стереом или планиметры даже. Стереома там расписывать. Планиметры, стереома. Стереома такая была, что там, как бы, ну, блин, на пол листочка. Ага. А параметр на полтора. Прикольно. Но он такой, там, чисто случай просматривал. Нормально. Никакой графической приколюхи. С графиками были по-моему. И что ты дальше делал? Я на 10 минут выпал. Просто выпал с этого осознания. Ты вышел куда-то? Не-не-не-не, я просто вот сижу, втыкаю вот так. Типа, что за фигня? Типа, никогда такого-то не было. А риттер спорт когда ел? Риттер спорт, ну, в перерывах. Блин, реклама риттер спорт, да. Слушайте, ребят... Квадратишь, практишь. Ребят, наберите мне там с рекламным контрактом. А то физтех кушать хочется. Вот. И спустя вот 10 минут, ну, я просто посидел. Я такой думаю, ну, надо перепроверять нормальность. Да. Проверяю, 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 проверяю. То есть, основное время я потратил на проверку. И нашел ли ошибку какую-то? Я находил там в процессе всякие мелкие недочеты. И буквально за 15 минут до конца. Ты остался до конца? Я вышел за минут 5 до конца. Красавчик. Ну, типа, опять же, логика. Если я выйду прямо когда конец, то есть пойдут все, пойдет вот это вот... Пока у всех соберут, я кучу времени потеряю, я и так нервный, я и так устал, я хочу домой, я хочу спать. А тут вот это вот будет. Я лучше выйду за 5 минут до конца, у меня сразу это заберут, и я не потеряю там полчаса просто так. Отлично. За 15 минут до конца? За 15 минут до конца я осознаю, что я просто в пункт B стереом и прочитал неправильно. Так. То есть ты до этого... У меня высота не высота. Полтора часа прошло, и ты дальше начал там... Все проверять. Часа два все проверял. Да. И вот 3,5 часа прошло. Я проверял, перерешивал каждую задачку. Два часа ты перерешивал, и только через 2 часа, когда ты уже все перерешал, ты понял такое... Там что-то дооформлял, значит, ну там более строго что-то расписал, там в планике... Уточнял. Да, да, да. В планике там пару переходов сделал нормальных, чтобы было понятно, что я вот взял не с потолка. И тут ты увидел. И тут я вижу пункт B стереом, и просто высота не высота. А что, ты какую-то другую высоту нашел или что? Я за высоту назвал не высоту. Он сказал, вот эта херня высота... Она не высота. А мы периодически, я говорю, задайте себе вопрос, почему вы... Вот да, я так и подумал. Видите, что вот это, вот это, это. Типа, здесь угол 90. А почему 90? Задайте себе всегда вопрос. А, ну понятно. У меня так и было. Он подумал, да, что это высота. Типа, я ее на автомате еще в первый раз обозначил как высоту, и когда проверял, ну чисто поглядывал... Когда перерешивал, опять же ее... Да, когда поглядывал, ну просто смотрю, ну высота нормальная. А потом в самом конце думаю, ну перерешаю-ка я еще раз с днем, мало ли. Потом смотрю и такой думаю, у меня мысль возникает. А с чего я взял, что это высота? Очень важная мысль для планиметра и стерео. В таком бреду мне пришла эта мысль, что это высота. Смотрю, это не высота. Типа, почему мне пришло в голову, что это высота, я так и не понял. Вот. Судорожно прошу меня до бланк. Мне говорят, ты офигел? Ну идут за ним. В итоге ели... Они из Гринписа, что ли? Да, 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 да. Типа того. Ну там вот у того эксперта, который на меня докапывалось вначале, с каждым дополнительным моим бланком, вот глаза все круглее, круглее, круглее были. Ну типа, блин, чел сидит, вот вроде вначале такая перепалка, а он уже там написал на 7 бланков, на 8, на 9, на 10. Вот. И вот так вот скрупулезно перерешиваю задачку. Ну то есть решение это там даже легче, решение получалось намного легче, чем то, что я там расписывал. Буквально пункт B там в пару строчек. То есть я его расписываю такой. Быстренько еще раз все проглядел, потому что как бы ну... Стало очково очень. Ну да. Что вот раз я такое не заметил, несколько раз перерешав, то мало ли что я там еще не пропускал. Все еще раз просмотрел. И вот, собственно говоря, буквально за несколько минут до конца я такой, все. Сколько у тебя первичных баллов? 32. Да ладно. Красавчик. Да, а так было бы 31. Ну все равно соточка, конечно. Ну это не такая соточка. А ты 14-й последним проверял или случайно просто? Да, самый последний. Он у меня самым последним оформлен. Поэтому да. Что по физике? Соточка у него? Да я знаю. Что по физике? Как решал. Да. Физика мой третий экзамен. Соточку у него. Да. Я пришел, я нервничаю, потому что ну блин, ну мало ли. Типа, кстати, фан факт. Вот марафоны XO, которые вот непосредственно перед ЕГЭ, я их тоже, ну примерно в таком же темпе, как я во время учебного года ботал. Даже жестче. То есть я как бы понимаю, что мне перед ЕГЭ надо спать, а я ботаю. Но день до ЕГЭ я по закону, как надо, ничего не делал вообще. Отличный закон. Ну вообще никак, там с утра что-то там порешал чисто по приколу, а потом такой, нет, все, никаких. Я тебе пять дать хочу. Нет, все, никаких там задачек, ничего, надо отдыхать. Да. Даже типа за компом не сидел, просто сидел, книжки читал. Круто. Там воздухом ходил, дышал. Че читал? Не помню. Комиксы? Типа того. Ну типа абсолютно какую-то такую не сильно тающую. А вот именно сам интенсив работал жестко. Да. А дальше помогло, кстати? Да. А домашки ты взял оттуда? Нет. Я, кстати, не думаю, что домашки прям супер нужны. Да? Мы их, я их добавляю, но для тех, бывает, бывает, наверное, есть какой-то, есть категория ребят, которым вот эти домашки необходимы, и они в конце хотят что-то еще порешать. Но в целом, я думаю, если ты в течение года хорошо учился, то эти домашки не нужны, тебе нужно вот именно веб посмотреть. Да, типа просто вспомнить, типа, окей, это да, 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 да. Типа я с утра что-то порешал, потом я смотрю вот все вебы на x2, конечно же. То есть у меня все же я шел, ну, типа, скипал день. То есть не в прямом эфире смотрел. Я понял. В записи же, чтобы на 2x. И после этого всего как-то у меня уже мозг такой, нет, я не буду решать еще задачки, дай поспать. А ты вообще на вебы ходил вживую хоть раз? У Сани был на одном. Да, на каком, на первом? Нет, там был веб, ну, один из первых, собственно говоря. Ну, как на первом, он с октября только. Ну, а на одном из первых. Законные сохранили, наверное, тогда проходили. Очень типа того, да. Пригодно. И что, ты вопросы писал? То есть, представляешь, мы даже вообще не знали, что у нас учатся. Да. Да, блин, почти все стобальники-то, кстати, они почему-то в онлайне... Не, это не значит, что в онлайне не надо смотреть. Это значит... Опять же, 2Х экономия времени. Это экономия времени. Людейшая. Не, не, ну, просто вдуплить проще не в 2Х, проще в 1Х. Вдуплить, потому что еще вопросы можно задавать. Вопросы, это важно. Да, вопросы реально важны. Но меня спасло то, что, типа, курс, так как курс популярный, много чуваков смотрят в лайве. Много чуваков, значит, больше вероятность того, что у какого-нибудь чувака возникнет тот же вопрос, что и у меня. Да. Да там все, что только возможно. На этом я и вывозил. Да. Да, и плюс куратор. И плюс куратор, да. Окей. Расскажи про экзамен по физике. Да, теперь все же вернемся к нему. Прихожу примерно так же, с тем же настроением, но только уже с ремарочкой, что, ну, блин, что-то подустал. Все-то уже 2 экзамена прошло, наверное. И этот экзамен у нас был в другой школе. То есть первые 2 были там в одной где-то там, а этот был уже в абсолютно другой. И, то есть, немножко другая постановка, а там уже вроде привык писать, там уже вроде это. Ну, такой думаю, ну, ладно. Еще начиналась жара. Типа, первые 2 экзамена мне очень повезло. Это были лютейшие дожди. То есть, типа, под... Даже под зонтом не сильно спасало, потому что дождь там то косой, то прямой. И ливень просто адский был. На русском был дождь более такой спокойный, но все же был на математике. И было прохладно. То есть, я сидел в пляжке, я вообще беспомыл. А вот уже на физике плюс 30, здравствуйте. Ну, иногда хотя бы облачка были. А кондер был? Нет, ну, какой кондер? Ты шо? О чем? В Новосибирск. Кондер. Ой, бля. Волгоград. Волгоград. Ты вообще географ, да? Тропил глобус. Вот. То есть, уже условия не такие комфортные, но как бы пофиг. То есть, все равно состояние плюс-минус уверенности, хотя бы спокойствие. Ну, то есть, опять же, я был спокоен на ЕГЭ и перед ЕГЭ, потому что, ну, блин. Буду беспокоиться, зафокаплю. Зафокаплю, потеряю баллы. Потеряю баллы, не поступлю в ВУЗ. Ну, значит, что? Надо быть спокойным. Примерно так и рассуждал. И поэтому, собственно говоря, не нервничал особо. И разъебал. Простите, я тут. Хайлайт. Вот. Принесли задание, смотрю первую часть. Пятое задание. Меня очень дико удивило. Очень дико, да. Упругость была вот эта ебучая. Да. И типа первая часть, вот особенности пятое задание, там еще дальше были тоже задачки, в основном тоже на соответствии. Они были прям сильно сложнее, чем они обычно бывают. Не, ну вот ты с коэффициентом упругости вдуплил там в этой шансе. В итоге я в дуплил. Там, короче, закон Гука не выполняется просто какого-то. Да, 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 да. Я вот на этом потерял много времени. Я решал ее 20 минут. То есть для тебя эта задача, это первая часть? Это первая часть. Она была такой, ну... Сложнее, чем в сложной части? Она была сложнее, чем почти все, кроме двух задачек второй части. Прикольно. На задачке второй части я в среднем тратил намного меньше времени, чем на нее. Потому что она, ну, прям жесткая была. Мы такой не решали просто наебанить. Такой нигде не было никогда. Это одна из немногих задач, которой просто не было. Принципиально новая, да. Вот они придумывали новую задачку. И здесь ее могли решить только те, кто... Ну, просто шарил физики. Кто понимает вообще, как все устроено. Ну да, кто понимает, что вот когда ты вот растянешь пружину вот сильно слишком, и она назад не вернется, понимаешь? Не может быть такого. Ты что, дурак? Вспарился математик. Ты что, ты видел пружины? Настягиваешь, она сжимается. Когда ты ее деформируешь, знаешь, слишком сильно. А, все. Не упругая, не дуракация. Да, она по-другому уже. Это я понимаю. Да, вот деформация произошла, потому что... Да. И вот потратив на первую часть в сумме минут сильно больше, около часа, на первую часть, когда обычно решаешь ее за 40, когда, ну, небольшая резонанская, я думаю, блин, сто подолго где-то еще накосячил, все плохо. И пятую задачку, когда, короче, когда я решал первый раз, пятой задачке я один пункт пропустил все же. Ну, то есть я смог найти только один ответ. Думаю потом, вернусь, ладно. Кстати, да, не бойтесь пропускать, блин, задачки. Не надо сидеть на одной код, если она не решается. Решайте следующие. Вернитесь к ней потом. Так будет лучше. Вот. Дальше я пришел ко второй части. Все хорошо. 27-я качественная, легкая. 28-я нормальная. 29-я со статикой. Ну, то есть как бы неприятно, но из-за того, что уже неприятно, она не сильно жесткая сама по себе. 30-я. Абсолютно новая. Я тебе даже писал, помню, после ЕГЭ про нее, потому что она реально заставила сильно подумать. Про магнетизм, который? Нет, 30-я. С разными вариантами из-за процессов. Ой, блин, это сейчас, да. Это сейчас. Да, это сейчас уже. Это я же мыслю в терминах старой нумерации. Я же куратором не стал. Из-за того, что в физтех пошел. Сначала хотел. Вот. То есть там я серьезно думал. Я потратил на нее полчаса прям серьезных таких раздумий. Именно раздумий. Без оформления, без всего. Просто на подумать. Черновиком пользовался активный и так далее. А потом 31-я после этого показалась мне аномально легкой. Потому что там было реально считать. Проводник, да? Да. Считать из графика информацию, посчитать по одной формуле. Я такой, я потратил полчаса, думая, где я тут ошибся. Потому что у меня не могло в мозгу, да, как-то это скомпоноваться. Вынесем в хайлайт, что ученики Бонита много времени тратят на задачу только из-за того, что думают, что она слишком легкая. Да, да, да. Тут что-то не так. Да, да. А 32-я была, опять-таки, с чем она была? Она была с фотоэффектом. И она была, кстати говоря, немножко интересная, потому что там был не белый экран, не черный экран, а прозрачный экран. То есть через который они просто проходят. Это было прикольно. То есть Delta P0. А, нифига себе. Да, я в это вдуплил не с первого раза причем даже. То есть я сначала решил, а уже потом на проверке такой смотрю. А с чего я взял, что тут такое изменение импульса? Тут же не такой экран. Тут же он прозрачный. А значит, фотоны просто проходят. Вот. То есть перерегчивая, я очень много ошибок у себя нашел. В первой части парочку, решал пятую задачку и во второй части сглаживал все вот такие шероховатости. В итоге физику я решил часа за два и оставшееся время проверял. Но такого вот момента не было, что за 15 минут до конца я нашел серьезный факап. Я их нашел в процессе поверхности. А сколько было факапов? Во второй части парочка. В первой части, собственно говоря, пара заданий вот так скипнутых и одно, по-моему, где я ошибся. Какие чувства были, когда ты вышел с экзамена? Ну, фух. То есть как бы основные экзамены сданы. Что думал, типа, какой будет результат? Я не помню. К физике, нет, к физике я еще не знал русского. Русские сказали позже. Я думал, что, ну, блин, вроде классно. Вроде все решилось. И задачки были, типа, жесткие, но интересные новые. Ты думал, ну, блин, классно. И гадали что-то интересное, крутое. Но все равно было ощущение, стойкое ощущение, что где-то я точно ошибся. И поэтому мои ожидания скакали от сотки до нуля. То есть ты думал даже, что вообще, может быть, по-моему, все не так. Все написал не там. Там сдвинул ответы. Да. Ожидал я. Результаты абсолютно разные. То есть я не знал, честно, чего ожидать. Потому что я думал, вроде все написано классно. Но мало ли, что я там дурачок невнимательный, ошибаюсь. Вот. А русский пришел первым. И, ну, как обычно это происходит, появляются новости из других регионов, что вот пришло. Ты открываешь сайт, обновляешь каждые пять минут. Потом уже, когда кто-то из друзей такой, о, пришло. Ну, кто рядом. Ты там каждые пять секунд нажимаешь F5. И такой, оп, один раз сменилось на пустое, на 98. Я такой, о. Прикол. Обрадовался. Максимально. Он такой, блин, не сладко. Ну, то есть сначала дикая радость. Потом смотрю, где ошибка. Говорю, да. Что ж такое? Почему именно то задание, где не хотелось? Факапиться. Типа, сказал родителям, они обрадовались. Ну, как обычно, батя такой, чё не сладкое. Нихуя. Нормально. Я бы так же сказал. Ну, потом, конечно, сказал. Он обрадовался. Да, конечно, обрадовался. Это, типа, подкол такой. Ну, конечно. Это как у меня есть ученик. Батя не подколол, так не бывает. У него один из детей, говорят, ну, ты толбоеб. Тупой. Максимально. Вот. Дальше приходила математика, да. Да. С ней было максимально неприятно то, что, типа, уже всем пришло, всем регионам. Уже вечер, а нам не приходит. И пришло только следующим днём. То есть я с утра встал, я думаю, ну, блин, ну, должно же. А там результат скажет. Я думаю, что за фигня. Обновляю, обновляю, обновляю. Такой, о, сотка. Дома в это время была мама. А я подхожу такой, говорю, ну, как бы, ну, ты живёшь в доме со стобальником. Живёшь в одну эпоху со стобальником. Да, 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 да. Она очень обрадовалась, ну, типа, действительно очень сильно радовалась. Потом пришёл, ну, даже сказал отцу, типа, он приехал пораньше с работы специально. Круто. Такой, спрашивает, ну, что, сотка? Я ему говорю, да. А он такой, ну, хоть не как в русском. Не, вот тут он меня хвалил, что, типа, молодец. Не зря работал, всё такое. А вот когда пришла физика, я дома сидел один, потому что родители свалили на дачу. А я, как бы, такой, эээ, я не хочу на дачу, там, плюс 40, я ничего не хочу. Сегодня физика должна прийти. Я, может, вообще захочу, там, не знаю. В КС поиграть. Ну, в КС я играл. Может, там, физика придёт, я вообще захочу политех документы подать, потому что у меня там мой. Вот. Ну, сижу, сижу, у меня тут приходят уведомления. Там, типа, кто-то из друзей мне написал, уже не помню кто, что ли. Сколько у тебя по физике? Такой вот капсом. Потому что у меня написал друг, который готовился очень классно. Он занимался на Марсе, кстати. Я его туда загнал. Красавец. Вот. Но, ну, типа, шарил он физике неплохо, очень неплохо. То есть я ожидал, что он напишет на 90+. Но на экзамене он дико нервничал. Типа, он говорил, что, ну, типа, всё плохо, потому что перенервничал. Опять же, почему не надо нервничать? И у него там балл около 60-70. Ну, нервы, это сразу минус 20 баллов. Да, нервы, нервы, это жесть просто. Когда вот нервничает человек... Батья у тебя статистика, откуда? Ну, просто вот берёшь, вот, у меня есть чуваки, вот, есть, знаешь, спокойный чел. Вот готовится на 70, вот чувствуешь, на 70 напишет. И пишет на 80. Такой, ебать, как ты это сделал? Ну, не понимаешь. А чувак, другого какого-нибудь, подготовил он на 90+, и он пишет там на 60, на 70. Окей. Потому что нервный чувак сам по себе. Да. Вот, мне приходят сообщения, я такой, опа, закрываю КС, как раз таки, или сериал, я не помню. Обновляю страницу, такой, сотка, вторая, что, вау. Звоню родителям, они едут в машине домой, такие, дома поговорим. Ну, приехали, понятно, сразу начали меня поздравлять, мы там, тортик поели, ну, прозвали. Да. Ну, как-то, а то как-то некультурно, что, сотки получил, вроде как, должно же как-то обрадовать. А не просто, типа, цель выполнена, всё, молодец. Круто. Там, как в GTA Mission Past, респект. И вот, ну, конечно, дико радовался, но после того, как пришла сотка по физике, втройне обидно стал за русский. Ну, какого чёрта? Ну, типа, ну, блин, ну, ну, чё за фигня? Слушай, у тебя изначально была цель 300 выбить, да? Да, цель не достигнута. Не-не-не, но понятно, что всё равно, типа, 100 по ЕГЭ, это где-то удача, в любом случае. Да. И то, что ты максимально к этой, там, цели приблизился, на самом деле, ты её выполнил, потому что ты хотел не просто же баллы набрать, ты же хотел в ВУЗ поступить. Я поступил. И ты поступил в ВУЗ, да? И у тебя было 298, у тебя были... Была золотая медаль, наверное, да? Это плюс 2? Плюс 2 в физтехе. Вот, забавно, в физтехе, даёт из тех ВУЗов, куда я подавал, меньше всего за медаль. Ну, правильно. Ну, да, я вообще 0 давал. Медаль, чё за ней давать? Зато там губка даёт 10. И у тебя получилось... 308 в губку. Ну, в губку 308, а в МФТ куда ты хотел... 300 неровно. 300 из 300. Из 310. Отсосил 330. Ладно, извините. Я не просто так 300 говорю тут, так сказать, подготовленный. Слушай, Никитос, во-первых, хочется тебя поздравить. Спасибо. Потому что цель выполнила. Ты в очень клёвом университете. У тебя очень крутые результаты. То есть ты, на самом деле, сделал то, что и планировал сделать. Это очень полезно для тебя, как для дальнейшего профессионала в какой-то области. Типа ставить перед собой цель, достигать и идти дальше. Можешь, пожалуйста, там для ребят, которые нас будут смотреть. Надеюсь, мы не в молоко выпустим этот выпуск и его посмотрят. Несколько советов человека, который вот свои цели выполнил. Да, окей. Ребята, во-первых, блин, ставьте себе цель. Реально. Чёткую, конкретную цель. Не просто там, я хочу сдать ЕГЭ на 300. Зачем? Типа, ещё с самого начала подготовки мне вот чуваки говорили, я хочу там 90+. Зачем тебе 90+, чего ты этим хочешь достичь? Типа, ЕГЭ – это же не цель. ЕГЭ – это инструмент. Удобный, классный инструмент, в теории. Самый лёгкий инструмент – поступить в топ-вуз. Вот, собственно говоря, поэтому надо чётко формулировать свою цель. Что тебе нужно от ЕГЭ. И ботать то, что тебе нравится. Ну, то есть, как бы, если ты ботаешь, например, математику, да, но ты не математик, зачем ты её ботаешь? У тебя ничего не получится, блин. Чтобы получилось, надо любить то, чем ты занимаешься. Не забывайте отдыхать. Один из самых, таких вот, больших ключей к этому успеху, ботани, да, что нужно реально полюбить это дело. Да, потому что… Иначе ты насилуешь себя и делаешь это против своей воли. Просто так. Ну, и… Бесполезное насилие над собой. Да. Кто не приведёт к результату, приведёт к угоранию. А как, что помогает полюбить вот такие предметы технические, математику, физику? Точнее, желание объяснить то, что происходит в жизни. Потому что вот математика и физика наиболее приближены к этому. Хотя, ну, в принципе, все точно естественные науки приближены к жизни. И, собственно говоря, желание понять, почему так, а не просто принимать как факт каждое событие, собственно говоря, и приводит к математике, к физике, и приводит к любви к ним. И видеть красоту в этом. Да. Отдыхать надо так же, да? Отдыхать надо обязательно. Типа, без отдыха ничего хорошего не будет. Существится выгорание ещё раньше. И штука эта опасная. Типа, вот всякие мотивации, я в них не сильно верю. Но, типа, понятно, человек, получив какую-то мотивацию, может много работать без отдыха. Но он также, он выгорит. И потом ему надо будет ещё больше времени, чтобы вернуться. Ещё какая-то мотивация. Да, ещё какая-то мотивация, и порочный круг замкнулся. Всё. Поэтому, как бы, отдых, здоровый отдых. То есть отдых, это не означает, там, не знаю, каждые два дня идти бухать. Это вообще самый нехороший, наверное, отдых. Повел. Не, вот именно в таком контексте, что идёшь не отдыхать, а травить себя, по факту. Ну, это не только, не конкретно к алкоголю относится, это относится к тем же компьютерным играм. Типа, если отдых заключается в том, чтобы сесть и проиграть, там, 20 часов подряд, то это плохой отдых. Да, я максимально держу себя в руках, вещаю, стараюсь не заржать. Вот, собственно говоря, мой посыл. Так, ну, чё, ну давай, да. Никит, короче, ты вообще красавчик. Бля, ты такой охуенный, Павел. Ты просто отнял у него микрофон. Мы позвали 100-бальника, чтобы у него что-то поспрашивать. Ты вообще убежал с этого места. У меня микрофон отжали, поэтому буду говорить отсюда. Нет, там камера не снимает. Никит, возвращайся. Слушай, это самая пиздатая часть интервью была, но я тебя пить. Смотри, ты говорил про цель, что вот, ну, нужно сдать ЕГЭ, но задавать себе вопрос, а для чего? Для того, чтобы поступить в университет. На самом деле это тоже так себе цель, да? Ну, понятно, это тоже промежуточный пункт. Мне хочется просто у тебя узнать, ты поступил сейчас в МФТИ. Для чего? Чтобы что? Получить самое крутое образование. Потому что МФТИ максимально сильный вуз. Какой у тебя факультет? Факультет аэрокосмических технологий. То есть, ну, как ты думаешь? На самом деле специальность никак не связана с космосом. Да? Специальность у меня системный анализ и управление совместно с Ранхиксом. То есть у меня вообще два вуза и два диплома будет. А, это эконом, да? Да, второй диплом у меня экономиста. Первый диплом системного аналитика. Думал уже, ну, или смотрел, кем работают выпускники, или вообще на какую профессию можно пойти? Смотрел, многие работают в IT, многие работают в экономике. Я, скорее всего, пойду, собственно говоря, в IT. Для Роскосмоса или просто вообще? Скорее просто. Для Роскосмоса есть другие специальности нашего факультета. То есть ты хочешь быть разрабом, прогером? Да. Что-то такое. Ну, или управленцем в IT-сфере. Чего бы нет, всякие project manager. А чем тебя привлекает IT-сфера? Ну, ты уже говорил в начале подкаста, что IT сейчас везде. Не, ну, это понятное дело. Поникает абсолютно везде, и поэтому без IT никуда, и, блин, это интересно. Угу. Вот, собственно, по этому. Круто. Если вот что-то, как бы ты видел себя после окончания университета? Пять, семь. Желательно живым. Живым. Ну, а то МФТ как бы. Я тебя еще раз поздравляю. Спасибо. Реально от души. Классный у тебя получился МФ. Волгоград, Москва. Ну, как Москва, долгопрудный. Но ты все же попал в реально очень крутой университет. На направлении, в котором ты понимаешь, как развиваться и кем хочешь стать. Поэтому я желаю тебе только дальнейших успехов. И хочу тебе напомнить только, что у нас на этом все не заканчивается. То есть это только какой-то промежуточный этап. Дальше ты попал в МФТИ. И вот тот навык, который у тебя сейчас есть, это достижение своих целей. Ты умеешь их ставить. Ты понимаешь об этом. Ты выполняешь их. Тебе нужно теперь транслировать это на протяжении всей жизни, чтобы разорвать. Так, у нас есть небольшой подарочек. Вау. Не делай вид, блядь, что ты удивился, потому что мы это со второго дубля снимаем. Короче, ну у нас часики. Вау. Мы не зря спрашивали, какой у тебя мобильник. Да, я понял. Спасибо. Вот, в общем, надеюсь, что тебе пригодится. И желаем тебе успехов, Вася. Спасибо большое. Красавчик.